Это анимационная игрушка, с помощью которой мы проводим уроки гигиены для детей в детских садах, в школах. Так маленький пациент поймет, как выглядит полость рта, где повреждены зубы. А во время лечения ребенок сможет смотреть мультфильмы. В Новоалтайске все уже почти готово к открытию. Это будет филиал Краевой детской стоматологической поликлиники. Здесь будут принимать не только детей из Новоалтайска, но и маленьких жителей близлежащих районов. Первомайского, Тальминского, Заринского. Стоматологи есть не везде детские и, к сожалению, не везде есть замкнутый цикл обращений детей, где будет диагностика проведена качественная, ортодонтический прием, хирургический. Также в этом филиале планируется открытие малой операционной, где детей мы будем лечить во сне. Когда-то в этом здании была аптека, а еще раньше – станция переливания крови. Когда строители зашли на объект, в подвале стояли лужи по колено. Крыша и окна уже не справлялись со своим функционалом. Инженерные сети разрушены полностью. Ремонт начался в 2021 году. По факту подрядчик оставил только несущие стены и перекрытия. С проблемами здесь столкнулись в прошлом году, когда речь зашла о закупке оборудования. Успели запрыгнуть в последний вагон. Медицинские газы, кондиционирование, охранка, пожарка, видеонаблюдение. На этом этапе подрядчик понервничал, потому что из-за того, что введены санкции в стране, в проектной документации заложено было довольно-таки оборудование серьезное, дорогостоящее, и поставщики с рынка ушли. Поэтому пришлось потратить время и силы. Дальше, надеюсь, все наладится. Российские производители будут что-то свое изобретать. Кстати, в поликлинике обещают, что проблем с записью и очередями не должно быть. Ведь теперь получится разгрузить и саму краевую больницу. Эта запись будет также через мессенджеры, по телефону, ну и по приезду в день обращения. То есть не надо будет сначала идти в свою больницу? Я думаю, что напрямую к нам. Сейчас в здании идет настройка оборудования, в том числе в самом сердце поликлиники. Это пульт управления. А уже в ближайшие месяцы здесь примут первых маленьких пациентов. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.